Всем привет! Сегодня у меня на обзоре очень-очень бюджетные часы для начинающих спортсменов и для людей, которые ведут активный образ жизни. Одно из главных преимуществ этих часов – AMOLED дисплей. Это, в принципе, и написано даже на коробке, прям большими буквами. Друзья, часы стоят очень-очень смешных денег, за это вы получаете очень неплохие часики. Я их протестировал уже, поэтому, поверьте, знаю, о чем говорю. Итак, сейчас мы с вами и залезем на сайт Алиэкспресса, посмотрим данный товар, а также мы подключим к телефону. Через них можно звонить, разговаривать, у них есть динамики, они не боятся ни воды, ни пыли. В общем, крутые часы, как по мне, так за свои деньги. Итак, давайте распакуем для начала, посмотрим, что и как вообще-то выглядит. Итак, на коробке нарисованы сами часы, вот как вы их видите, так они и будут выглядеть. MES X Aurora 1 называется модель. Bluetooth K-Link, да, то есть можно звонить, написано. И у нас AMOLED дисплей. С нижней стороны у нас написаны некоторые характеристики, такие как 1.43 AMOLED дисплей. Bluetooth звонки. Мониторинг здоровья. IP69K. Что такое IP69K? Это значит, что он защищен прям по военному стандарту. Вы его не сможете ни разбить, ни убить вообще и так далее. Так, и мультиспорт режим. Ну что же, звучит все круто. Давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Вот так выглядят часики. Часики. Не знаю почему, но у меня они приехали по бокам как будто потерты немного. Возможно на таможне проверяли, не знаю, не могу сказать. Итак, достаем сами часики. Вот я часы достал. Значит, выглядят они таким вот образом. Снимаем это. Вау. Вау. Красиво? Красиво. Амулет дисплей. Есть амулет дисплей. Итак, смотрите, здесь у нас циферблат. Он под цвет рамок. Эти рамки можно менять и данная компания дает в комплекте при покупке вот эти вот рамки. Вы их сможете поменять. В общем, сейчас все покажу. Итак, предлагаю приступить к обзору чуть-чуть позже. Давайте мы все-таки доведем до конца распаковку. Посмотрим, что же там еще у нас есть внутри. Открываем. Здесь мы видим с вами вот те самые два набора сменных. Вот такие вот сюда. Вот так меняем. И у нас будет другой цвет. Давайте я прямо сейчас открою. И мы посмотрим, как это примерно будет вообще выглядеть. Вот так примерно. Ну что ж, совсем преобразились часы. Но этот цвет, вот оранжевый, мне больше нравится. Какой вам цвет нравится вот из этих трех? Общите в комментариях. Мне лично оранжевый больше нравится. Итак, что у нас еще здесь? Здесь есть у нас такая вот еще. Аксессуар написано. Видите, аксессуар. Открываем, друзья. И чтобы вы понимали. Вот эти вот две штучки, они были здесь. Но я их уже достал заранее. Итак. Здесь у нас зарядка. Зарядка у нас, конечно же, никакая не беспроводная. А вот такая вот. То есть, все по стандарту. Итак. И у нас в комплекте еще есть, ребятка, отвертка. Вообще, у китайцев сейчас мода на эти отвертки. Для чего они, я думаю, вы уже догадались. Мы берем с вами отвертку. И здесь все демонтируем эти болтики. И ставим туда уже другую насадочку. Вот так вот. Ну, я думаю, это я делать не буду сейчас. Но в целом, это делается именно так. Откручивается и меняется. Итак, что у нас еще здесь есть? Здесь есть вот такая вот толстая инструкция. Из этой толстой инструкции все, что вам надо, это QR-код для того, чтобы скачать приложение. Но, вы можете не парить с этим QR-кодом. Сейчас я вам покажу, что же за приложение надо для того, чтобы его сконнектить с телефоном. Итак. Берем телефончик. Без приложения, к сожалению, вы не сможете пользоваться часами. То есть, чтобы их запустить, нужно приложение. Для этого идем в Play Market или в App Store. Вообще, не важно куда. И пишем Fit Cloud Pro. Вот, ребята. Вот это приложение. Fit Cloud Pro. Нажимаем установить. Друзья, забегу наперед немножечко и расскажу вам об этом приложении. Здесь я читаю отзывы. И отзывы действительно какие-то печальные. Пишут, что часто часы обрываются от телефона по Bluetooth и так далее. То есть, чтобы вы понимали, если у вас тоже будет такая ситуация, то эта проблема не в часах, а в приложении. То есть, приложение немножечко работает. Ну, судя по отзывам, оно работает не очень. Вот видите, один пишет нормально, другой нет. Видите, то есть, тут без сюрпризов, наверное, не обойдет. Открываем. Итак, приложение просит кучу разрешений. Войти в аккаунт и так далее. Я, ну, ладно, давайте зайдем. Вот через Facebook я войду сейчас. Вы можете зарегистрироваться в новый аккаунт. Или можно вообще без аккаунта, кстати. Да, здесь есть такой же пункт. Я везде просто окей живу. Потому что мне нужно вам показать, как это работает. Даем все разрешения, друзья мои. Видите, вот. Я даже ничего не трогал. И программа сразу же определила наши часы Авророва. Нажимаем соединить. Здесь у нас запрос. Нажмем окей. Все, идет связь. Готово. Все, успешно. Так, нажимаем окей. Все, связь успешно установлена. Разрешаем все. Так, просит привязать почтовый ящик. Я этого делать сейчас не буду. Итак, назад. Программа немножечко. Ну, судя по тем же комментариям. Скудная. Почему? Например, в приложении от Xiaomi или от Samsung. Там много разных есть циферблатов. Здесь же. Вот библиотека циферблатов. Здесь их не так, возможно, много. Как бы вам хотелось. Но, согласитесь, их немало. Если каждый день выбирать. Просто в комментариях, там, в отзывах о приложении очень много жалуются. О, вот, циферблатов мало. То есть, ты можешь выбрать любой. Вообще, вот, тут для девушек есть и для мальчиков. Можно создать свой циферблат. Вот здесь, вот, в разделе мой циферблат. Можете создать свой из ваших картинок. Ну, давайте. Вот этот, вот, конечно, мне очень нравится. Вот, стандартный. И здесь по стандарту тоже есть несколько циферблатов, которые находятся прям в самих часах. Видите? Можно, например, вот такие установить. И все, не париться вообще. Ну, и можно через приложение. Какой-то зайчик, например. Давайте попробуем, вот, ради интереса. Перевод, конечно, да? Толкание. Тут скачивание должно быть. Или установка, например. Тут толкание написано. Все, идет толкание, друзья. Ну, круто. Часы стоят... Ладно, не буду, не буду. Подержу интригу. Мы сейчас зайдем... Ну, может, не сейчас, а чуть-чуть позже. Мы зайдем на Алиэкспресс. Я вам все покажу. Для тех, кто не хочет ждать, ребят, ссылка будет в описании. Нажмите, и сразу же попадете на Алиэк, и вы сможете все увидеть. Вау! Красиво. Не, амулет, конечно, есть амулет. Очень ярко и сочно. Приложение самое обычное, да? То есть, вы здесь ничего нового не увидите. Здесь, друзья, можно отслеживать шаги, которые вы будете ходить. Я этого пока не делал. При вас настроил, и все. Далее, друзья, будильники. Напоминание о бездействии. Если вы долго сидите, вот здесь все можно включать, все настроить. Спортивный толчок вас будет наталкивать на то, что... Так, друг мой, делай то, делай все. Улучшение измерения. Найти устройство, если вы его вдруг потеряли. Вот, пожалуйста, видите? Они вибрируют сразу же. Итак, формат часов, ношения. То есть, тут есть все настройки, которые могут вам вообще в голову даже прийти. Это очень круто. По поводу уведомлений. Всех это интересует. Заходим сюда. И активируем все уведомления, друзья. От всех приложений, если вам надо. Например, смски, фейсбук, твиттер, ватсап. Там, не знаю, все подряд. Так, вот здесь, где оно? Вот, ставим галочку, разрешаем все. Ставим галочку, например, на ватсап. Твиттер, вот это все. На все даем разрешение. И в таком случае, вам будет все приходить. Все уведомления будут приходить. Так, ну и здесь еще есть приложения, от которых можно включить уведомления. Вызовы, галереи. Ладно, уже дальше не буду идти. Итак, как вы поняли, ребята. И это наши настройки, наши здоровья, наши цели, ну и так далее. То есть, все, на этом приложении можно заканчивать. Итак, приложение убираем в сторону. Что сами часы, как они выглядят и как им пользуются. Здесь есть всего лишь две кнопки. И смотрите, мы сейчас находимся. Этой кнопкой можно выключать, включать. Эта кнопка у нас называется домой. Вот эта. Например, мы с вами зашли в настроечки. Нажимаем. И мы дома. Итак, дома это имеется ввиду рабочий стол. Батарейка. Все как надо. Значит, смотрите. Как им пользоваться. Мы в главном меню сейчас, да. Сверху вниз. Это у нас шторка. В шторке есть вызовы. Значок энергии сбережения. Можно фонарик включить. Найти телефон. Вот эта кнопочка. Смотрите. Вот телефон стоит. И вот я нажимаю. Видите, телефон пробудился и зазвенел. То есть, здесь я потерял его. Нажал, нашел. Далее. Темный режим. А, это режим не беспокоит. Точнее. Фонарик. Вот так вот. У нас, в принципе, вот эта вот середина не нажимается. Но здесь показывается, что включено. Блютуз, звонки. Да, вот это все такое. Итак, это настроечки. В настройках можно много чего поменять. Обновить прошивку и так далее. Интенсивность. Выбрать режим, как ему гаснуть. Через 5 секунд или нет. Ну, в общем, ребята, все, все, все есть. Стиль есть даже. Давайте вот стиль я не менял, честно. Так, стиль. Ну-ка. Так, по-моему, ничего не изменилось. Стиль меню выберем 3. Посмотрим, что поменялось. По-моему. А, вот здесь меняется все. Видели? Вот здесь все меняется. Сейчас мы еще раз зайдем с вами и выберем стиль 1. Ну-ка. Ага, вот теперь вот так стало. Вот так. Прикольно. И на каждой касании вибрирует. Итак, окей. Вернем все назад. Стиль 2 ставим. Вот так это выглядит. Друзья, значит, это шторка, как я уже вам объяснил. Отсюда можно попасть в настройки и настроить все под себя. Все, что вам надо. Далее. Снизу вверх это сообщения, уведомления. Вот эти все. Направо у нас это пошло здоровье. Пожалуйста, носите его. А, ну, то есть он не одет на руку и поэтому не реагирует. Видели? Окей. Я уже не буду одевать. Хотя нет, надо одеть. Что за обзор где-то не одел? Давайте одену. Выглядит на руках, кстати, очень хорошо. Достойно. За его цену, как говорится, это вообще бомба. Так, ну-ка. Так, давай. Начинаем. Ага, все, пошло. Видели? Видели, видели, пошло. Здесь он моргает. Видите, вот. Все, сердечный ритм. Восемьдесят четыре удара в минуту. Окей. Тут сон. Погода. Эти часы реально спасают то, что здесь амулет и экран. Да. В часах что главное? Конечно же экран. Здесь амулет и это очень круто. Это их реально выручает. За такую цену. Так вообще тем более. Ну что ж, по часам могу сказать. Не боятся еще раз воды, пыли. Можете плавать в них. Действительно, не жалейте их. Кстати, вот здесь написано название кнопок. Видели? Назад и кнопка домой. И здесь еще раз написано, что не боятся воды и так далее. Выглядит еще раз вот таким вот образом. Красивый, симпатичный, яркий, сочный экранчик. Миллионы функций, которые есть в любых часах. Умных. И должны быть здесь это все и есть. Итак. Например. Я хочу вам показать. Так. Звонить с них. Куда я могу позвонить? Давайте я позвоню, например, оператору. Да. То есть вот звоню. Видите? Телефон тоже пробудился. Добро пожаловать в Live. Для того, чтобы пронушить информацию. О своем контракте. Я сейчас поднес. Поднес к микрофону. Для того, чтобы получить конфигурацию настроек. Нажмите 2. Для того, чтобы получить контакт. Все, вот отключить микрофон. Сбросить. Все, видели? Сбросилось. Все круто, классно, вообще кайфово. Никакой камеры здесь нету, поэтому здесь вы не сможете разговаривать по WhatsApp. Это имейте в виду. Итак, здесь голосовое управление. Видите? Оно работает через Bixby. В моем случае, потому что у меня Samsung. На устройствах от Apple будет здесь Siri открываться. Вы сможете управлять через голос. Ну что ж, друзья мои. В принципе, на этом все. Некоторые обзорщики говорят, что это ужасные часы. Друзья, за меньше, чем 50 долларов. Разве они ужасные? Вы что? Вы же не путайте, что у них цена очень низкая. И вот страничка на Алиэкспрессе, друзья. MassX Official Store. Это официальный магазин. Смарт-часы. 1,43 дюйма. 400 мА AMOLED. В принципе, это все, что нам нужно знать. Наверное, о них больше производитель ничего интересного не написал. Итак, вот те самые насадки. Вот болтики в комплекте. И отвертка. Вот и цена. Меньше 5000 рублей. Прикольно, прикольно. Плюс вы можете, кстати, получить скидку еще почти 1000 рублей. Итого вам обойдется все где-то в 40 долларов. Ну, это отлично. Тут есть отзывы. Можно отзывы почитать. Итак, что у нас еще? Кстати, можно купить как с ремешками, так и без ремешков. Без ремешков еще дешевле будет. Так что, имейте в виду. Так, здесь их реклама. Так, вот парень пользуется ими, видите. Что у нас еще? AMOLED дисплей, Bluetooth. 30 дней хватает батареи, написано, видите. И 24 часа мониторинг здоровья. Так, ага. Они проводили тесты. Ребят, смотрите. 55 градусов жары переносит. 40. Минус 40 может вынести. Давление 240. Это что? Я даже не знаю. Это, наверное, высота. В общем, ему вообще ничего не страшно. Ну, круто. Молодцы, что они провели тест. Очень круто. Ну, вот. 7 дней активное использование. Да, я так понимаю, батареи хватает. 15 дней среднего. И 30, если мы в режиме экономии батареи будем носить. Ну, в общем, ссылки все в описании. Вот так вот оно меняется. Видите, открутил. И поменял. То есть, ничего сложного здесь нет. Ладно, так уж и быть. Уговорили. Я сейчас достану отвертку. И мы с вами поменяем здесь. Этот, рамку поменяем сейчас. На другую рамку хочу поменять. Болтики настолько маленькие. Главное, их не потерять, друзья. Потом не найдете такое. Итак, снимаем теперь облицовку. Вот, видите, она уже почти снялась. Что ты лезешь? Ален, подожди минуту, ну. Уже заканчиваем. Все, видели? Легко снялась вообще. Итак, теперь выберем другую насадочку. Например, пусть это будет... Ну, ладно, пусть это будет вот этот цвет. Какая разница? Кстати, без цифр вот этих вот штук можно тоже их носить. И посмотрите. Идеальный цвет, да? Итак, ну что ж, одеваем. Ага, они сразу садятся очень красиво. Все, видели? Сели. Теперь. Закручиваем все обратно. Все, закрутил. Вот, пожалуйста. Для тех, кто не любит яркое. Можно вот так вот преобразить. Ну, существует на них только вот три вида, да? То есть, стандартный оранжевый и два таких. А ремешки, пожалуйста, вы можете купить дополнительно. Менять их в комплекте. Других, к сожалению, нет. Ну, и, собственно, все. Вроде все показал, рассказал. Всем спасибо за внимание. Ссылочки все в описании, друзья. Пока.